Здравствуйте! С вами Практика ТВ и я Татьяна Шелепова. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот бутон тюльпана. Для работы нам понадобится ленточка 3,8 см и большая игла. Для начала в подложку тюльпана мы должны сделать французский узелок, чтобы тюльпан наш смотрелся более выпуклым, более объемным. Оставляем небольшой хвостик на изнатке и выполняем узелочек. Слегка подкручиваем ленточку, иголочку укладываем сверху и делаем 6, примерно 6, можно 5, можно 7, чем больше, тем крупнее получается узелок. Вот таких вот очень свободных навилов. Два, три, четыре, пять, шесть. Стараемся, чтобы лента была немножко перекручена. Так, отступаем где-то сантиметр-полтора, делаем прокол, уходим наизнанку. Протаскиваем ленту, сильно не затягиваем, то есть нам нужна вот как раз вот такая вот выпуклая, как шишка для подложки. Дальше выходим снизу под узелочком, сделаем с вами 4 лепестка, два прямых и два с проколом боковым. Лента широкая, поэтому выходит несколько сложнее из основания. Так, вышли, расправили ленту на лицевую сторону, уложили практически по центру нашего узелочка и прокол делаем над узелком. Без прокола в ленту, просто уходим в основание. Расправляем аккуратно. Так, лепесточек готов. Второй лепесток делаем сверху вниз, выходим где-то рядышком. Опять же расправляем, укладываем, как бы закрываем наш узелок, прокол внизу, рядом с первым. Подтаскиваем кромочки. Так, в общем-то, смотрите, даже в таком виде это уже красиво. Но мы еще сделаем два боковых лепесточка. Значит, опять выходим в основание и сделаем лепесток налево и направо. Чуть-чуть в центре. Так, опять же, расправляем ленту, чтобы она у нас красиво выходила из основания. Внимаем тюльпанчик с левой стороны. Прокол делаем в левую кромочку. В левую кромочку, с лицевой стороны, в левую кромочку. По высоте, где-то чуть пониже, может быть, вот этого первого. Расправляем вот эту петлю и тоже аккуратненько подтаскиваем, формируем вот этот завиточек. Так, вот сейчас я обрежу ленточку, чтобы не делать очень длинных протяжек на изнанке. И опять же, выхожу где-то тут вот ближе к центру. Точно такой же лепесток делаю на правую сторону. Расправляем, обнимаем и прокол делаем так же с правой стороны в кромочку. Примерно на том же уровне, что и слева. И формируем второй такой же лепесточек с заворотами. Протащили, тихонечко подправляем за кромочки этот завиток. Вот такой у нас полузакрытый бутончик получается. Вот так. Расправляем. Расправляем.